Здравствуйте, дорогие друзья! Первая встреча в новом хронологическом отрезке. И я хотел бы открыть это роскошью минералогии и шедевров искусства. В Шнёдген музеум это не что иное, как горный хрусталь. Я такие замечательные кристаллы находил на Айпетре, целые друзы. Но здесь они представлены в витринах, представляя разнообразие и свои обычаи минералов. Крест из Ахана говорит о том, что можно сделать из кристалла. Восьмой и девятый века. На самом деле выставка собрана из коллекции десятков музеев, включая сюда и Берлин. Но вот это очень странное сооружение, рука с кристаллом в ладони, считается магическим. Это из Хильдесхайма. И это реликварий. На самом деле кристалл очищает, снимает порчу и многое другое. Многие суеверия связаны с этим темой. Не менее, эта рука, останавливающая войны, примиряющая людей, она стала символом выставки. И как бы десница со святым кристаллом, останавливающая кровопролитие, имеет свою историю и не раз предотвращала катастрофы. Такова история. Но и образ пеликана. Полагаю, что этот крест восьмого века, в основании которого известное представление о том, что пеликан кормит своей грудью, своей плотью, своих птенцов, столь любимый образ, любимый сковородой и его последователями. Этот образ никак не связан с дулей, которую показывают здесь как шедевр искусства из горного хрусталя. На самом деле в Германии дуля вовсе не оскорбительный жест. Это совсем нечто другое. Это как бы знак счастья, умиротворения, покоя, отсутствия непримиримости. Добрый знак, словом. У нас дуля представляет собой нечто иное. Тем не менее, шедевры из горного хрусталя, как бы самыми разнообразными. Такой хрустальный череп, как у Спилберга, последнего Диане Джонсе. В сущности, такого рода предметы хорошо знакомы разным культурам. Средневековье Европа чрезвычайно ценила. Не только дамские ношейные украшения, но и то, с чем связываются заговоры, связываются заклинания, молитвы и, разумеется, чистота и совершенство. Кристалла порождало магию. Вот предмет, который приковал мое внимание, это не что иное, как некая обертка из кристалла для деревянного креста. Но получается нечто совершенно удивительное. В сочетании кристалла и дерева с фреской по нему, ну, представляется очень своеобразным видом искусства, некого оборонительного также, заградительного, огораживающего, заклинающего искусства. И никак не могу не упомянуть мечи, потому что кроме заклинаний есть еще и война. И война творится мечом. Как говорил Хлебников, не мир, не мяч, но меч. А этот предмет особенно хорош. Корабль исполнен в 16-м столетии, но сам кристалл найден в 12-м столетии и хранился до той поры много столетий, покуда не был превращен в это нечто совершенно дивное, нечто выспренно прекрасное. И действительно здесь морское существо тащит на себе великолепный сосуд, из которого, кстати говоря, можно пить. Это не что иное, как чаша в форме корабля. Очень много седьмора, много позолоты. Столовая посуда, предметы ежедневного использования также делались из горного хрусталя. Вот это принятие горного хрусталя во всех сферах бытия дает ему особую судьбу и всех минералов, пожалуй. На самом деле в Шнёдген музею присутствует несколько плакеток с изображением разных минералов, разных камней, которые имеют, как мы понимаем, свои имена, свои клички, и тем не менее представляют разные сферы человеческого бытия. И любопытно, что в Кабале эти кристаллы, эти камни использовались весьма своеобразно, как знаки и соответствие буквам еврейского алфавита. А здесь перед нами очень своеобразная подставка для свечки в виде некого трехногого чудовища из, соответственно, горного хрусталя, чаша 8 века новой эры. Маски львов, головки львов из горного хрусталя, тончайшие работы. Все это неимоверно старинное, неимоверно совершенное. Можно кое-что из этого, как, например, такой медальон с тремя магами, королями, волхвами, и их поклонением, а вешать на шею. Про все про это написано у Исидора Сивильского в соответствующих книгах, которые издавались в 14-15 веках на пергаменте. И вот теперь из разных мест, из Базеля, из Берлина, привезены сюда. Так пользуются тем же горным хрусталем, чтобы увеличивать, потому что лупы первоначальные были именно из горного хрусталя. Повозка. Повозка, которая несет в себе мощи святого, помещенные внутрь горного хрусталя. Все венчает и завершает собой замечательный светящийся шар, в котором мы видим будущее. До новых встреч! Весь ваш Виктор Кравец. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok